Здравствуйте, мои хорошие! Перед вами ознакомительный фрагмент аудиокниги, ссылка на полную аудиокнигу в описании под видео. Перейдя по ссылке, вы сможете скачать книгу, прослушать ее онлайн или получить книгу в текстовом виде, например, в FB2 формате. Приятного вам прослушивания! Издательство 1С Паблишен и агентство Фронтлайн Креатив представляют Иван Любенко Тень Азраила Человек спрятан за своими словами Персидская пословица Глава 1 Беспощадное южное солнце постепенно скатывалось за линию гор, уступая место вечерней прохладе, смешанной с ароматом хамаданских роз. В шестой день месяца Шавваль 1332 года Хиджры, в полутора форсахах от Тегерана, в местечке Зергент, на увитой виноградом Айване, в плетеном кресле сидел господин лет сорока пяти. Он задумчиво вертел в руках коробочку Монпансье с надписью Георг Ландрин и, казалось, полностью отрешился от окружающей действительности, забыв о кофе, дымящемся в крохотной Финджане, и о стакане прохладного шербета на столе. Светлые свободные брюки, белая сорочка с расстегнутым воротом и легкие гиве свидетельствовали о том, что он находится у себя дома. Правильные черты лица ничем особенным его не выделяли, если не считать полнейшего отсутствия усов и бороды, что было редкостью не только для персиян, но и для служащих русской летней дипломатической резиденции, расположенной неподалеку. Заметная седина посеребрила виски и принялась завоевывать густые, некогда совершенно черные волосы. Девять лет назад бывший начальник отделения Азиатского департамента МИД России, выполнив немало тайных поручений за рубежом, вынужден был подать в отставку. Причиной послужило сквозное ранение обеих ног, полученное в подарок от агента с Туманного Альбиона. Англичане не могли простить русскому коллеге перехват секретной телеграммы премьер-министра Соединенного Королевства своему посланнику на переговорах с Россией по разграничению сфер влияния в Персии. Клим Пантелеевич Ардашев сумел тогда побороть не только хромоту, но и всего за год закончить факультет правоведения Петербургского университета, брошенный когда-то в угоду увлечению Востоком. И вскоре, чего греха таить, не без помощи своего бывшего ведомства, новоявленный юрист получил разрешение на занятие адвокатской практикой, минуя обязательный пятилетний срок помощника присяжного поверенного. В столице он не остался, а решил начать новую жизнь в городе своего детства, в Ставрополе. Сто тысяч рублей, полученных в дополнение к Владимиру четвертой степени и золотому перстню с вензельным изображением высочайшего имени его императорского величества, пришлись как нельзя кстати. В том же 1907 году у семейной четы Ардашевых появился собственный особняк на Николаевском проспекте. Тихая и размеренная жизнь провинциального Сиборита продолжалась недолго. Первое же дело, связанное с удушением коммерсанта Жих на скамейке городского бульвара, заставило Клима Пантелеевича прибегнуть к навыкам, полученным во время выполнения тайных миссий. Стоит признать, что слава присяжного поверенного, который защищал только тех, в чьей невиновности он абсолютно уверен, летела впереди него. К услугам Ставропольского адвоката обращались даже известные столичные вельможи. Не стал исключением и Григорий Распутин. Именно тогда, два года назад, судьба столкнула Ардашева со своим бывшим благодетелем из английской разведки. Да-да, с тем самым господином, который некогда прострелил русскому агенту обе ноги. Правда, та теплая и безветренная Ялтинская ночь 1912 года стала для неугомонного британца последней. Было бы неверно утверждать, что Клима Пантелеевича все эти годы не просили вернуться обратно. Звали и в МИД, и в недавно созданный разведочный отдел при главном управлении Генерального штаба. Но адвокат каждый раз был непреклонен. «До тех пор, пока моя страна ни с кем не воюет, позвольте, господа, мне вдоволь пожуировать жизнью. Да, и сочинительство, знаете ли, отнимает много времени», — говорил он с легкой усмешкой, имея в виду несколько изданных романов и поставленных пьес. И добавлял, между прочим, «К тому же, сдается мне, что это мое удовольствие скоро закончится. На Балканах слишком неспокойно». О том, что вот-вот разразится мировая катастрофа, присяжный поверенный понял еще 17 июня, когда прочел в «Русских ведомостях» подробности покушения в Сараево на наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда и его марганатическую супругу герцогиню Гогенберг. Получив смертельные ранения в шею и живот, они вскоре скончались. Злоумышленника, 19-летнего студента Гаврила Прицепа, задержали на месте преступление. Он оказался боснийским сербом. И теперь было вполне ясно, что антисербские настроения, подогреваемые уже несколько месяцев австро-венгерской прессой, могут легко перерасти в вооруженное противостояние. В довершение ко всему из Германии стали доноситься голоса о причастности к покушению официального Белграда. Следующие три дня прошли под тягостным предчувствием грядущей беды. И уже 21 июня Ардашев, не вдаваясь в излишние объяснения с женой, купил билет до Санкт-Петербурга. Северная столица встретила провинциального адвоката летним проливным дождем. В Министерстве иностранных дел царила будничная суета. Секретарь начальника отдела Ближнего Востока МИДа почти без задержки провел посетителя в кабинет своего патрона. Князь Мирский, статный мужчина с мушкетерскими усами и жакейской бородкой, поднялся из-за стола и, шагнув навстречу, вымолвил. «Все-таки не выдержали, приехали. Стало быть, мы можем вернуться к моему давешнему предложению?» «Да, Иннокентий Всеволодович, вероятно, на этот раз войны избежать не удастся. Вот я и подумал, что не стоит терять время. Когда заговорят пушки, оказаться за кордоном будет намного сложнее». «С вами приятно иметь дело». Он указал рукой на кожаное кресло. «Присаживайтесь. Разговор у нас будет долгим. Вам чай или кофе?» «Кофе, пожалуй». Князь нажал на кнопку электрического звонка и в дверях показался все тот же секретарь. Отдав распоряжение, он вынул из лежащего на столе портсигара папиросу, закурил и сказал. «Боюсь, дорогой мой, вы правы. Кровавая заваруха может разразиться в любой день». Разгладив усы, он спросил. «А как насчет миссии в государство Ариев?» «Опять в Персию?» Ардашев поднял голову. «Да-да, в страну, которая старше самой истории. Боюсь, что за последние десять лет мой персидский несколько ослаб. Это не страшно. Вы отправитесь туда, как статский советник Ардашев, чиновник МИДа по особым поручениям». «Статский советник?» Присяжный поверенный удивленно вскинул брови. «Ну, не век же вам в калежских ходить. Придется вновь поступить к нам на службу». «Хорошо, допустим. Но ведь меня, простите за нескромность, неплохо знают во многих столицах. О вашем тайном заграничном прошлом помнят только в Европе. Англичане и французы теперь наши союзники. О широкому кругу лиц вы известны как адвокат Ардашев, удачно расследовавший не один десяток запутанных дел. Именно в качестве неофициального МИДовского сыщика вы туда и отправитесь».